Дорогие девочки, всем привет! Это последняя часть моего разбора косметики. Здесь исключительно про помады. И в конце вас будет ждать конкурс на все вот эти предметы, которые вы видите сейчас. Вся косметика не использована ни разу, она еще в упаковке, то есть ее даже никто не доставал. Поэтому обязательно участвуйте, все подробности будут в конце ролика. Начнем, наверное, с самого любимого. Вот в этой стойке у меня стоят только те помады, которые я очень сильно люблю. И здесь в основном это Lime Crime. Кстати, если брать еще Lime Crime, у меня, кстати, есть отдельное видео со сводчами этих помад. Если кому интересно, то ссылочка будет внизу. У меня также есть еще три такие миниатюры от Lime Crime. Это какая-то их лимитка, но, по-моему, их еще можно найти на сайте. Здесь две такие нюдовые помадки, это Lola и L. И вот такая розовенькая она с шиммером. Выглядит тоже очень красиво на губах. Оттенок Pink Champagne. Очень красиво переливается Lola. Такие красивые нюды. Это из последних, у которых, по-моему, нет у меня сводчи на них на губах. И L. Также из последних у меня это Red Hot. Это один из самых красивенных металлических оттенков, которые впоследствии становятся матовыми. Но вот, к сожалению, камера, наверное, не передает всей красоты этого оттенка. Очень он мне нравится. Также из последних у меня вот этот Dream Girl. Фиолетовый оттенок. Один из самых последних. И также от Lime Crime у меня есть вот такой вот глиттер. Это скорее топовое покрытие. Но многие просто на губы его наносят. Так, простите, звонят. Остальные, в принципе, оттенки вы можете увидеть сводчи на губах. Также из любимых у меня вот такая вот помадка от Sensation Cosmetics. Это была лимитированная коллекция с Ковка The Cat. Оттенок называется Very Berry. Вот такой у нее очень красивый оттенок. Фиолетово-ягодный. Но, к сожалению, это была лимитка. Также из любимых у меня здесь помадка от NYX в 03 оттенке. Full Throat. Мне кажется, я о ней очень много уже говорила. Мне нравится этот оттенок такой коричневатый. И плюс она очень комфортная на губах. Прям скользит по ним и заставает потом в матовую. И довольно, в принципе, устойчиво. Также мне нравятся вот эти маковские помадки. У меня это оттенки Ruby Woo и Viva Glam. На самом деле, у меня была еще одна маковская помадка. Но я ее благополучно потеряла на море. Такая розовая. По ней я до сих пор плачу. Но вот маковские помадки мне на самом деле меньше нравятся. Потому что они хоть и довольно устойчивые. Но их тяжелее наносить, чем вот, например, NYX-овские помады. И все-таки они больше сушат губы. Но они более устойчивые. Ну и плюс линейка у MAC, конечно же, прям широченная. Там на любой вкус и цвет вы найдете свой оттенок. Следующая это помадки от Sleek. И у меня их, если не вся, то почти вся линейка. Это матовые помады жидкие. Я вообще отдаю предпочтение именно матовым жидким помадам. Они более устойчивые. Я как-то не люблю заморачиваться в течение дня. По несколько раз перекрашивать. В общем, вот эти помады я хотела отснять для вас с Watch Video. Но сразу вам могу оговориться. То, что они довольно неплохого качества. Похуже, чем Lime Crime. Но есть очень много схожих оттенков. Вот, к примеру, как вот этот оттенок чем-то похож на один из оттенков Lime Crime. Которые у меня имеются в коллекции. Они больше сушат губы. И они менее устойчивые. Но, в принципе, часов 5-6 они продержатся. Но не на всех губах. Но у некоторых они начинают скалываться с губ. У меня они носятся очень хорошо. Оттенки есть прям очень красивые. Вот, к примеру, вот этот мне очень нравится. Это оттенок Bittersweet. Вот он мне нравится. Вот этот оттенок Velvet. Тоже красивый. Прошлым летом очень часто носила Brink Pink. Он такой прям неоновый. И его камера, скорее всего, правильно не передаст. Тоже очень такой красивый оттенок. Ярко такой неоново-розовый. И вот этот тоже Shabby Cheek. Один, кстати, из самых популярных оттенков у Sleek. Оттенок пыльной розы. И он, когда застывает, он становится чуть темнее. Но камеры у меня, опять-таки, их не совсем правильно передает. Конкретно вот эта камера. Вот, если хотите, то я отсниму для вас swatch видео. Пока что эти оттенки у меня все остаются. Потому что я все-таки планирую отснять такое видео. Но тут, как бы, если вам это совсем не интересно, естественно, что некоторые оттенки отсюда уйдут. Потому что, ну, я практически их никогда не ношу. И у меня есть более мне нравящиеся аналоги в Lime Crime. И я предпочту скорее наносить на себя Lime Crime. В общем, напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях, стоит ли снимать такое видео. Пока что я вам показывала только те помады, которые у меня остаются. Собственно, вот эти тоже у меня остаются. Но у меня есть здесь повторяющийся оттенок от Smashbox. Как я вам говорила, я больше предпочитаю все-таки матовые помады, которые более устойчивые. Но вот эти, конкретно кремовые, мне понравились. Они довольно стойкие. Они очень комфортные на губах. У них очень симпатичные оттенки. Как нюдовые, так и более яркие. Это была лимитка на Новый год, насколько я помню. И здесь миниатюры именно помадок. Помады от Smashbox. Вообще, я к компании Smashbox очень хорошо отношусь. Довольно много у них хороших продуктов, которые мне нравятся. Вот этот вот оттенок такой очень повседневный. Очень красивый, кстати. Он называет Prime Rose. В общем, эти помадки мне очень нравятся. И, кстати, у Smashbox есть вот такой вот топ, инстамат, который вы наносите на обычную, но свою кремовую помаду и получаете матовый финиш. Кстати, у Catrice вышел такой же топ, но он не работает. К сожалению. И самое главное, что помада как бы не становится от этого более сухой. Ну вот вы видите, да? То, что она не прям ядерно такая матовая, как, например, те же Lime Crime. Она именно просто уходит вот этот вот блеск. Очень удобно. Если вы хотите своей какой-то кремовой помадой сделать матовый финиш, то вот вам, пожалуйста. Естественно, на руках это я сделала в ускоренном темпе и на губах. И я аккуратненько, если это сделать, это будет смотреться как именно матовая помада. Просто я, во-первых, еще и нанесла очень много. В общем, я хотела, чтобы вы поняли саму суть. Конечно же, вот эти помадки у меня тоже остаются. А вот этот вот у меня оттенок в повторе. Это красный, насколько помню, вот этот вот у меня Legendary. Он просто здесь без наименований. Они одинаковые. Так вот он выглядит. Это красный с синим потоном, вбеливает зуб. Очень красиво ложатся помады. И они прям очень пигментированные. То есть вы с одного нанесения получите именно такой же оттенок, как в упаковке. Еще немного того, от чего я избавляюсь. Это вот такие две помадки. Снова это матовые помады жидкие от Paese. Они мне совершенно не понравились. Не держатся у меня на губах. И как-то их пересушивают. Плюс оттенки не совсем мои. Вот этот от Paese какой-то розоватый. Оттенок, кстати, 700. В общем, по качеству они мне не очень понравились. Здесь напоминают чем-то софтмат от NYX. Но как-то от NYX мне понравились чуть больше. Они такие суфлейные более. И не настолько матовые, как даже те же NYX. В общем, вот это мне не понравилось. И в то же время они у меня совершенно не держатся на губах. Наверное, максимум час. Не знаю, возможно, тут дело именно в моих губах. Но у меня они, к сожалению, не держатся. Также избавляюсь от такой вот помадки от Lancome. На самом деле, очень жалко. Потому что мне этот цвет безумно нравится. И у него оттенок 493. Но самый его главный минус. Он снова такой же суфлешный. Он вообще не стойкий. Он даже не приближенно к софтмат от NYX. Он именно, знаете, такой полуматовый финиш. Плюс у него оттенок, к сожалению, на губы не наносится равномерно. Ну вот мне правда жалко. Во-первых, потому что он стоит довольно дорого. Во-вторых, он не стойкий. Ну и оттенок, к сожалению, пляшивый. Также избавляюсь от помадок от Ingot. Почему-то они стали расслаиваться. Хотя им не так много времени. Наверное, максимум, может, год им даже меньше. Но оттенки, конечно, были очень красивые. Они стойкие. Они имеют такой именно матовый финиш. Вот номер 16. Это был один из моих любимых нюдов на каждый день. И номер 12. Такой прям красный оттенок. С синим подтоном. Он мне даже, этот цвет, нравился больше, чем Red Velvet от Lime Crime. Но вот, к сожалению, они стали расслаиваться. Хотя пахнут они все еще хорошо. Но лучше, наверное, я от них избавлюсь. От греха подальше. Полуматовые помады от Maybelline. В принципе, тоже неплохие. Смэшбокс мне нравится чуть больше. Но вот за свою стоимость, наверное, Maybelline одни из лучших помад. То, что я пробовала в масс-маркете. У них довольно симпатичные такие оттенки. Довольно неплохая стойкость. Но у меня в среднем держится, наверное, часа три. Потом нужно обновлять. И, кстати, у смэшбокса остается пигмент. У этих же не остается. Он просто съедается помада и все. Один из моих любимых оттенков. Это 932. Такой коричневатый нюд. Это такой самый, наверное, спорный оттенок в линейке. Не каждый осмелится такой оттенок носить 953. Кстати, также могу снять сводчи на губах, если вам это интересно. Но мне кажется, сводчей на эти помады было довольно много. Кстати, 937 оттенок мне тоже нравится. Такой холодно-коричневый. Очень симпатичный. Помады от NYX Butter Lipstick. Честно говоря, вообще не тянется к ним рука. Потому что, снова, это просто кремовые помады. Довольно неплохого качества. Некоторые оттенки полупрозрачные. То есть, это не как смэшбокс первого нанесения будет у вас яркий цвет. То есть, его нужно раза три, наверное, помазюкать, чтобы получился такой плотный оттенок. Вот, видите, это с первого слоя. То есть, где-то с третьего он даст такой плотный оттенок. Нюды очень симпатичные. И, возможно, какой-то один из нюдов я оставлю. Вот, видите, этот вообще сливается с моей кожей. Это оттенок BLS03. То есть, знаете, если вы предпочитаете такие полупрозрачные нюды, то, возможно, это ваш вариант. Но совершенно не мой. Я такое не люблю. И они, если честно, мне чуть-чуть подсушивают губы. А от кремовых помад я не приемлю этого. И если от матовых помад я это допускаю, то кремовые, я считаю, что все-таки должны хотя бы немного увлажнять губы. Ну, или хотя бы их не сушить. Но после этих почему-то у меня губы сохнут. Так что, соответственно, от всех, от них, от всей линейки я буду избавляться. Наверное, больше не буду хранить их на своих полочках. Хотя я хотела снова-таки снять сводчи на эту линейку. Но нет, наверное, все-таки уйдут они от меня. Вот эти помадки NYX Liquid Suite остаются, потому что у них самые интересные такие оттенки в моей коллекции. Как, к примеру, вот этот вот 06. Очень красивый сиреневый оттенок. Конечно, на каждый день такое не поносишь. Но на какие-то такие мероприятия, например, на тот же NYX, иногда хочется как-то поэкспериментировать, попробовать какой-то новый образ на себе. В общем, вот эти помадки я оставлю, потому что мне они нравятся, мне нравится в них играться. Но оттенки, конечно, такие прям, мягко говоря, на любителя оттенки. Но в этой линейке есть еще и более носибельные, такие коричневатые оттенки, нюдовые. Но у меня их в коллекции нет. Вот это, наверное, все, что есть. Хотя мне почему-то казалось, что у меня их 8. Но, в общем, один я не могу найти. Но, в общем, на данный момент то, что я имею, и они остаются. Так, что касаемо вот этого вот NYX Splash, я оставлю только нюдовый оттенок. Все-таки у меня слишком много кремовых помад. Я ими особо не пользуюсь. Они просто будут залеживаться. Поэтому вот только нюдовый оттенок я оставлю, потому что он мне нравится. Мне он прям подходит. А вот эти красные, так как я вообще не люблю яркие помады в кремовом оттенке и ношу их прям очень-очень редко, я вот эти отдам хорошие руки. Следующее. Тут у меня, можно сказать, одни блески. Это NYX Butter Gloss. Это очень популярные блески на YouTube. И их очень любят как визажисты, так и бьюти-блогеры. И не просто так. Потому что они обладают хорошей пигментацией, довольно неплохая стойкость, особенно для блесков. Не сушат губы, не забиваются в какие-то там складки. Очень красивые носибельные оттенки. В общем, эти блески мне нравятся. Это, наверное, единственные блески, которые я вообще на себе ношу. За исключением, наверное, вот этого блеска от Buxom, который я безгранично люблю. И он мой самый любимый. Это оттенок Доли. Он немножечко припекает губки, их увлажняет. И вот, кстати, даже схожие вам оттенки. Показала. Очень его люблю. Он у меня есть в двух экземплярах. Обожаю. Это, наверное, самый лучший блеск, который у меня только есть. Ну, и вот этот вот, кстати, оттенок, который я показывала до этого. Это Angel Food Cake. Его я тоже очень люблю и часто довольно ношу, если хочу какой-то блеск именно на губах. Поэтому вот эти вот миксовские остаются. А что касаемо вот этих вот от Eiffroche, это новинка. Буквально недавно Eiffroche их выпустили. И вот прислали мне целую линейку. Честно могу сказать, вот такие вот просто блески прозрачные с блесками я вообще никогда не ношу. Поэтому, соответственно, он тоже уйдет. В общем, я не знаю, есть ли мне смысл также снимать на эти блески-уход. Кстати, они очень хорошо увлажняют губки. Это вот в них прям самый главный плюс. Они очень красиво смотрятся на губах. И они, наверное, за первенство могут побороться с никсовскими блесками. Потому что вот от них уход я прям вижу. То есть они действительно хорошо ухаживают. Но если нанести их жирным слоем, они могут скататься в белую полоску. Но вот эти два оттенка мне очень нравятся. И вот этот, кстати, у меня оттенок очень нравится. Поэтому, наверное, вот их я оставлю. А вот эти закрытые я, наверное, все-таки отдам. Кстати, вот этот вот блеск тоже закрытый. Поэтому я их отдам, чтобы просто у меня не залеживалось. Кстати, от Ифраше мне недавно также пришли новинки. Если я не собираюсь, то здесь 64 оттенка помад. И я их еще не разбирала. Я открыла только одну. И я ее сейчас даже здесь не найду, какую я открыла. Какая-то вот тут одна открытая есть. Потому что меня заинтересовал, во-первых, оттенок. А во-вторых, мне захотелось посмотреть на текстуру. От девочек я уже слышала хвалебные отзывы. Но я пока их, честно, я их даже не попробовала. Вот они стоят, ждут своего часа. Так что вот, имейте в виду, что вот у меня есть еще вот такие новые помадки от Ифраше. Соответственно, их я пока не избавляюсь. Потому что нужно вообще подумать, что с ними делать. Стоит ли на них снимать какой-то обзор вообще? Стоит ли их пробовать? Кстати, они также с ухаживающими компонентами. Ну и продолжим дальше. Здесь практически от всех помад я буду избавляться. Начну, пожалуй, с вот этих вот от Lumine. Их я не совсем понимаю. Потому что вообще, по-хорошему, это ухаживающие чаби-стики. Наподобие вот от такого от Clinique, который, кстати, остается. Мне нравится этот нейтральный оттенок и как он ухаживает за губами. А вот эти, ну, во-первых, они плешивят. Во-вторых, оттенки как бы, не знаю, мне кажется, что на таких кремовых помадах вот такие яркие оттенки не стоит делать. Потому что они растекаются. В общем, они растекаются. Не особо-то ухаживают за губами. В общем, смотрится это как бы очень некрасиво. Совершенно мне не понравились эти стики. Поэтому они вот прям уходят. Следующее. Жалко, наверное, прощаться. Но вот эти вот матовые помады от Golden Rose. В какой-то момент они мне нравились. Кстати, у меня их вот довольно-таки много. Уже от парочки я избавлялась прошлой чистки. И, наверное, оставлю только свой любимый ньют в 0,2 оттенке. Очень красивый такая припыленный роз. Ну, кстати, вы, наверное, видели, да, что у меня таких оттенков очень много. Вот также этот оттенок доли. В общем, таких оттенков я оставляю очень много. Но со временем почему-то вот эти вот помады Golden Rose становятся какими-то немножечко пластилиновыми. И они вот как-то тяжелее наносятся. То есть, если, допустим, мои любимые матовые помады от NYX Full Swattle, да, они прям как по маслу наносятся. И застывают потом в матовый прям, прям матовый финиш. Этот же вот таким же и остается. То есть, вот этот вот слегка такой блеск, он остается. А вот этот, он застывает. Но наносится прям действительно как хорошая увлажняющая такая глянцевая помада. Но застывает и держится намного лучше. Из-за того, что у меня есть аналоги, точнее даже не аналоги, а помады, которые мне нравятся намного больше, я буду избавляться от вот этих вот Golden Rose. Но вот единственное, оставлю вот в этом оттенке, в 0,2. И вот, наверное, оставлю все-таки вот этот вот оттенок в карандаше от Golden Rose 18. Мне нравится этот нюд, он такой слегка коричневато. Ну, такой, в общем, теплый нюд. Он у меня тоже останется. Также из нюда мне очень нравится вот эта помадка в 700 номере от Rimmel. Ее я также оставлю. Это вот кремовая помада. Это, наверное, один из тех случаев, когда мне кремовые помады нравятся. Вот именно в нюдовых каких-то оттенках кремовые помады я приемлю. То есть, но главное, чтобы они не подсушивали мне губы кремовой помады. Это не подсушивает, она никак не растекается. Вот этой помадке я прям могу 5 с плюсом поставить. Дальше обязательно останется моя помадка от Estee Lauder. Ну, вот этот оттенок 450 я искала в многих линейках и нашла только у Estee Lauder. Такой сливовый сейчас, и они встречаются уже намного чаще. Такая прям настоящая слива. Он очень устойчивый и после себя оставляет пигмент. Не сушит губы, никак не растекается. И есть очень схожий оттенок у Rimmel номер 30. Он более плотный. То есть, он прям с первого раза дает такой плотный оттенок, но он менее устойчивый. И если нанести его таким жирным слоем, так же может скататься в белую полоску. Особенно, если вы очень много разговариваете. Но я думаю, что я оставлю их оба, потому что все-таки оттенки слегка отличаются. Из серии Rimmel от Kate Moss. Очень красивые такие футиллярчики в оттенке Rose Gold. Оттенок 51 и 54. Сначала я думала, что я оставлю вот этот 54 оттенок. Он очень симпатичный. Но все-таки он мне выбеливает немножечко губы. Я такой эффект не сильно люблю на своих губах. Но, собственно, кремовый яркий цвет мне не очень хочется оставлять. Поэтому я также избавляюсь от них. Помадка от Artvisage. Снова красная, снова кремовая. Не мой формат, поэтому так же уходит. Также уходит у меня две кремовые помады от Divage и от L'Oreal. Вот этот от Divage очень красивый такой, прям вампирский цвет. Он мне нравится. Ну, не люблю я кремовые помады. Прям вообще, наверное, они должны быть в меньшей степени в моей коллекции. Вот эта помада Colorish Ruby Gold. Вот здесь содержатся в себе еще такие золотистые блестки. Ну, я не люблю блестки. Поэтому снова помада уходит. Очень интересный оттенок от Sleek. Вот такая помада Superstar. Точнее, в оттенке. Красивый оттенок. Ну, вот прям снова, наверное, не мое. Смысл ему лежать. Может, найдется девочка, которая прям полюбит этот оттенок. Он такой неоднозначный. Красивый, правда, оттенок. Но я его вряд ли буду носить. Поэтому снова отдаю. Вот этот вот оттенок от Seventeen. Прям в ядерно-оранжевом оттенке. Но вот прям даже камера его не так передает. Он более ядерно-оранжевый. Соответственно, я его также не буду носить. И вам не советую, потому что такие оттенки очень сильно желтят зубы. Помадка от Clinique в 02 номере Melon Drop Pop. Тоже такая она персиковая. Но, кстати, вот эта не сильно желтит зубы. Она хорошо увлажняет. Она такая полупрозрачная. И она мне очень нравится на лето. Поэтому она остается. Кстати, помады от Clinique ничем не пахнут. Поэтому, если вам не нравится, когда у помад есть какая-то отдушка, то вот присмотритесь к помадам от Clinique. Еще одна помада из серии Colorish от L'Oreal. Танзания, 392 номер. Я все-таки сначала думала, что я буду такой оттенок носить. Но нет. Даже осенью мне не тянется к таким оттенкам рука. Тем более, это снова кремовая помада. Которая, как правило, у меня все растекаются. Поэтому я их, собственно, и не люблю. Еще одна кремовая помада от малоизвестного бренда Frida. Бренд. Красивый оттенок. Такой немножко припыленный фиолетовый. В принципе, вот эта помада мне нравится. Она довольно хорошего качества. Не растекается. Она такой полуматовый у нее финиш. Ну, наверное, пока оставлю. Ладно, что-то я сначала хотела от нее, если честно, избавиться. Но пока оставлю. Потом миниатюру от Of Saint Laurent я тоже избавляюсь. Потому что я из миниатюр, наверное, оставлю только от Make Up For Ever. Мне просто очень нравится оттенок. И это была лимитка. Это единственная красная, ну, одна из ярких помад. Которые кремовые, которые мне хочется оставить. Во-первых, потому что оттенок очень красивый. Он такой синий. Я не скажу, что он какой-то неповторимый. Что таких больше нет. Но мне по консистенции, по своим свойствам. То, что она не сушит губы. Она такая полуматовая. Не растекается. По всем критериям, которые мне важно видеть в кремовых таких вот помадах. Она на 100% им соответствует. Поэтому ее я оставляю. И вот такую вот миниатюру от The Balm. Тоже очень симпатичный такой кремовый блеск. Очень приятно пахнет какими-то конфетками. В моем таком самым привычном нюдовом оттенке. Поэтому его я, собственно, тоже оставляю. Хотя это миниатюра. Я обычно миниатюрами очень редко пользуюсь. Кстати, вот это миниатюра от Benefit Hula. Эти блески уже больше не выпускаются. У него очень приятный аромат. И это, наверное, первый блеск, который мне понравился. Потому что он не скатывается. Не сушит губы. Он прям скользит по губам. И он совсем не липкий. Вот прям совсем-совсем не липкий. Очень мне нравится. И мне очень жаль, что у нас их больше не найти. Потом от Essence. Мат-мат-мат. В 0,7 номере. Красивый оттенок. Очень красивая такая слива. И еще один в 0,2 номере. Тоже симпатичный такой нюдовый цвет. Временно остаются. По крайней мере, потому что я запланировала отдельные ролики про Essence и Catrice. Поэтому временно они остаются. Потом посмотрим. Может и избавлюсь, а может быть и нет. Потому что в целом мне эти помадки нравятся. Не растекаются. Имеют полуматовый финиш. Ну, в общем, всем моим критериям они соответствуют. Не буду повторяться в сотый раз. Вот эти оттенки от GOSH. Хорошие помады. То есть они также соответствуют моим критериям. Единственное, что они не особо устойчивы. Кстати, от Essence тоже не особо стойкие. Наверное, максимум, что они у меня продержались, это 2 часа, когда я совсем не ела, не пила. И вот эти вот помадки от GOSH. Ну, просто вообще не мои оттенки. Особенно вот этот розовый. Я не люблю такие оттенки у себя на губах. Собственно, поэтому они уходят в хорошие руки. Кстати, их также не наносило даже на губы. Один мне попался в какой-то коробочке, а второй мне прислали GOSH. Ну, вот вообще прям не попали. Мне не нравятся эти оттенки. Следующая порция и снова это NYX. Начнем, пожалуй, с того, что вот эти помады NYX MAC неплохие. Но я от всей линейки избавляюсь просто потому, что вообще не тянется к ним рука. Все-таки есть чуть получше, поэтому уходят. NYX остается вся линейка, потому что вы у меня просили отснять с Watch видео на них. Соответственно, я свои обещания выполню. Это я сделаю в ближайшее время. А вот эти Soft Matte от NYX остаются все, за исключением тех, кто у меня в повторе. А таковы... То есть 7 штук у меня уйдут на конкурс. Вот такие палеточки от Maybelline. Я уже говорила, что я не сильно понимаю помады в палетках. Ну, как-то мне кажется, это геморрой набрать это, носить с собой. Уж лучше купить там три помадки в разных цветах и играться с ними, чем вот такую палетку. Ну, в общем, так как они у меня есть, так как Maybelline мне их прислали на обзор, я потестирую, попробую и расскажу вам, может, мое мнение поменяется. Вот эти матовые помадки от NYX Lingerie также мне нравятся. Все, как я люблю. Очень стойкие. Ну, ладно, не очень стойкие. Лайм Крайм все-таки более устойчивые. Но у них очень симпатичные нюдовые оттенки. Снова-таки они жидкие и прям матовые. То есть они более матовые, чем Soft Matte и более устойчивые. Но и в то же время больше сушат губы, поэтому имейте это в виду. Так, дальше буду избавляться от такого липтара. Одно время они были очень популярны благодаря Крыгиной. Но вот я им не пользовалась. Вот я его купила. Особенно в таком еще оттенке для пробы. Совершенно немой оттенок. Он очень хорошо будет в качестве румян. Но вот он прям так давно лежит, что я все-таки решила, что ему пора на покой. Совершенно не понимаю вот эти помады от Maybelline Baby Lips. Во-первых, они выглядят как помада дошкольного возраста. Плюс они особо не увлажняют. Особо не имеют какого-то конкретного оттенка. Ну и как бы не у всего приятный аромат. Вот этот конкретно мне нравится. Я их не понимаю. Просто для чего эти помады, если они особо и не увлажняют, и не имеют какого-то конкретного оттенка. Плюс они не очень красиво смотрятся на губах. Чаще всего они плешивят и как-то растекаются. В общем, я не понимаю эти помады, поэтому их я совершенно не советую. В такой раз уже хочу избавиться от этого блеска, отружба не рушь. Но все, нахожу причины, чтобы его оставить. Наверное, снова я его оставлю. Хотя он липковатый. Это меня в нем не очень устраивает. Но он более устойчивый, чем остальные блески. И он содержит в себе шиммер, что обычно мне не нравится. Но он как-то это красиво губки голографирует. Смотрится очень красиво летом. В общем, пока оставлю. Ладно. Также оставлю просто вот этот вот блеск от Clorans, который у меня ассоциируется с моей свадьбой. Ему на самом деле уже очень много лет. То есть это все еще он с моей свадьбы. Он все еще приятно пахнет. Никак не расслоился ничего. Но я им больше уже не пользуюсь. Он скорее у меня просто лежит на память. Хотя мне этот блеск очень нравится. Но он какой-то вечный и бесконечный. Ставлю, наверное... Хотя нет. Избавлюсь от Nub'a Mili Pachi. Вообще не тянется у меня к ней рука. Она уже более такая иссушающая, чем Lime Crime. Все-таки они мне нравятся больше. Но я, в общем, сравню, есть ли у меня такой похожий оттенок. Если нет, то все еще оставлю. Но, скорее всего, я все-таки от него избавлюсь. Также избавлюсь от такой вот от Maybelline. Очень яркий, такой вырви глаз, неоновый оттенок. Он такой суфлейный. Не сушит губы. Такой он, мне сказать, что матовый. И не сказать, что глянцевый. Сушит губы. Имеет такой химозный немножечко аромат какой-то цветочный. Оттенок мне нравится. Но по свойствам вот прям нет. Он у меня и в белую полоску скатывается. И как-то очень плохо держится. И может даже растечься. В общем, не нравится. Вот этот вот плеск от L'Oreal мне нравится в 407 оттенке. Многие их хаяли именно за их лопатку. Но мне удобно ей наносить. Ну, точнее, не лопатка, а вот эту вот кисточку. Мне нравится этот оттенок. И, кстати, он чем-то схож с оттенком от Lancome, который я до этого избавлялась. Но этот менее пляшивый. Поэтому его я могу посоветовать. Наверное, временно оставлю. Возможно, уйдет следующая чистка. Просто потому, что я им редко пользуюсь. Но хотя такой оттенок тоже для меня в основном такие оттенки идут осенью. Очень мне нравится вот этот вот от Too Faced Melted. Жидкая такая помада. Она мне нравится. Она не растекается. Очень комфортная на губах. Мне очень нравится такой нежный. У нее какой-то слегка фруктовый какой-то. Но очень приятный аромат. Не навязчивый какой-то. И она не растекается. Довольно устойчивая. В общем, эту помаду я 100% оставлю. А, наверное, все-таки от L'Oreal я избавляюсь. Вот эти карандаши от NYX. Наверное, пока временно остаются карандаши помады. Я хочу с ними немножечко поиграться. Следующая вот такая помадка от Revlon. Одно время я ее довольно часто использовала. Также у меня был другой какой-то оттенок, который был аналог Chanel Boy. Но и от бой я избавилась. И от того Revlon как-то перестала у меня тянуться к ним рука. Вика немножечко подпортила мою эту помаду. Но, тем не менее, мне этот оттенок нравится. У меня сейчас влажная рука, поэтому он сейчас плохо ложится. Очень красивый такой сиреневый, можно сказать, нюд. Помадка от Benefit. Одна из новых. И, кстати, у меня была еще одна. Но ее куда-то задевала. Такой розовый оттенок. Вообще, здесь два оттенка, но почему-то они не отличаются. Они очень схожи между друг другом. Rimmel в 600 номере. Не буду я, наверное, такой оттенок носить. Избавляюсь. Очень мне нравится вот эта помада от Max Factor в Липпинице. У них есть нюдовые оттенки, но вот этот прям меня покорил. Такой сиреневый. Ну и последний из того, что остается, это Chanel Rouge Allure в 93-м. Оттенки такой малиновый цвет. Одна из помад ярких, которые мне нравятся и которые я довольно часто ношу летом. Также остается блеск от Urban Decay. Он не свойственен у меня оттенка Love Child, такого розоватого. Но почему-то он мне нравится на моих губах, поэтому я его оставлю. Вот этот блеск от Dior в 002 оттенки тоже остается. Он немножечко такой более персиковый. И вот эта жидкая помада, кстати, она содержит в себе шиммер от Yves Saint Laurent. Она такого, кажется, оранжевого цвета. Кстати, почему-то мне пахнет вином этот блеск. Очень мне нравится именно на повседневку в летнее время. Очень красиво переливается. И, кстати, этот шиммер практически неразличим. Поэтому это уместно для меня. Вот такой вот топ от Lime Crime. Я его еще не пробовала носить на себе. Я подумаю. И вообще мне, кстати, понравилось на девочках, как он смотрится на глазах. И на многих он очень красиво смотрится и соло, и на линии Flyclive мне, кстати, он очень понравился соло. Но вот как бы, я не знаю, я пока подумаю, пока оставлю. Но, возможно, что избавлюсь дальнейшим от него. Вот такой вот блеск уход от ArtPisage. Он содержит в себе прям очень сильные блестки. И от него я избавлюсь, потому что, ну, мне не очень нравится он как в качестве ухода. Он прям пахнет медом. А вообще мед я не сильно люблю. Меня раздражает этот аромат. Поэтому я думаю, что какой-нибудь девочке он придется по душе. Ну что, условия будут очень простые, без репостов. Вы в первую очередь должны быть подписаны на мой канал. Подписаться на мой инстаграм. Все ссылочки будут обязательно внизу. В комментариях под этим видео вы должны написать «Участвую», свой ник в инстаграм. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте участвовать в конкурсе и поддерживать меня своими пальчиками вверх. А я вас обнимаю, целую. Пусть удача всегда будет с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok